Мы продолжаем наш выпуск. В интернете появились личные фотографии 22-летнего предполагаемого смертника, который мог взорвать вагон метро в Санкт-Петербурге. Их выложили на одном из порталов, который специализируется на публикациях о работе силовых ведомств. По его данным, молодой человек, его звали Акбаржон Джалилов, родом из Киргизии, и его личность уже подтверждена. Об этом сегодня сообщил глава МИДа этой страны на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отвечая на вопросы у журналистов. Наш Государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство. Есть ли, существуют ли механизмы? Конечно, существуют, и они сегодня очень активно задействованы. Самые плотные взаимоотношения между спецслужбами Кыргызской Республики и Российской Федерации, между спецслужбами всех наших бывших стран, входящих в СНГ, это существует, и сегодня они активно работают. Связь, о чем вы говорите, с исламским государством, нужно, я думаю, надо дождаться той работы, которую проводят наши спецслужбы, и они дадут нам полную информацию по этому вопросу. Впрочем, с 2011 года Джалилов уже был гражданином России, получить паспорт ему помог отец, который работал в России много лет. Вероятный террорист, по данным СМИ, работал поваром в сушебаре Санкт-Петербурга, а потом автослесарем вместе с отцом. Вел на первый взгляд обычную жизнь и активно пользовался соцсетями, выкладывал фото с оружием, деньгами, друзьями, кальянами и автомобилями. Последним тех же интернет-ресурсов он действовал при поддержке и помощи двух земляков, парня и девушки в возрасте от 20 до 22 лет. Они сейчас оба находятся в розыске.